Браки этих знаменитостей были заключены вовсе не на небесах и имели цель не долгую и счастливую жизнь, а меркантильный расчёт. Если у тебя есть жена, ты мог получить двухкомнатную квартиру. Первая жена Михаила Ефремова уверяет, что вышла замуж ради прописки. Ведь долго терпеть пьянки знаменитого артиста она бы не смогла. Уже там как поле боя, там уже все лежали, там стояли потолки водки. Как Бархат Махмудов вместе с фиктивной женой получил ещё и фиктивного сына. У меня так все говорят, а во что муж импотент? Какое другое отчество? Почему певица Лолита требовала суд признать её пятый брак недействительным? Когда именно я ушёл от неё, для неё это был, конечно, шоком. Какие отношения на самом деле связывают Светлану Пермякову и отца её дочери? Я Максу сказала, Макс, я за тебя замуж не выйду. Вот повенчаться бы я с тобой хотела. В 2020 году знаменитый актёр Михаил Ефремов устроил ужасное ДТП в центре Москвы. На своём джипе он протаранил автофургон. Свидетели аварии были в шоке. Ефремов был так пьян, что едва держался на ногах. Дочери никто не жил. Дочери никто не жил. Пока нет. Всё, живо. Уже в больнице водитель автофургона Сергей Захаров умер. Вы признаете себя или иного? Да. Вы знаете, что человек умер после твоего? Да, конечно, признаю. Пока шли суды, на Ефремова обрушились с критикой коллеги и поклонники. Его жена Сопья Кругликова заявила, что хочет развестись с мужем-преступником. Они прожили в браке 20 лет и даже обвенчались. Обряд проводил друг Ефремова, Иван Ахлобыстин. Но после того, как актёр отбыл в колонию, его жена заявила в прессе, что устала от мужа алкоголика и наркомана. Кругликова подала на развод сразу после того, как получила доверенность от Ефремова на его банковские счета. Миша для Софьи передал доверенность на счёт свой в банке для детей около пяти миллионов последних рублей. А также доверенность на его банковскую ячейку, где, по слухам, хранилось около восьми десяти миллионов рублей. Софья была пятой супругой любвеобильного Ефремова. До этого он жил с актрисой Евгенией Добровольской, которая буквально сбежала от Миши спустя семь лет брака. Четвёртая жена Ксения Качалина бросила его с дочерью и уехала в Индию. Никто из бывших жён защищать опального актёра не стал. Миша не... там... как бы за ним шлейф не тянулся. Его аура и вот та энергия, которая от него идёт, какой-то просто рыцарь, благородный рыцарь. На защиту Михаила Ефремова встала лишь одна женщина – актриса Елена Гальянова. Но мало кто знает, что она была первой его супругой. Михаил и Елена полгода состояли в браке, но на самом деле никогда не были мужем и женой и даже не жили вместе. Спустя там лет 25, лет 30, вот когда мы были на банкете в Современнике и уже так выпили красную вина, Миша говорит, ну вот как же ты, моя была жена, вот все говорят. Мы с тобой ни разу не целовались. А я уже тоже была в такой кондиции, в такой хорошей... Он говорит, ну давай хотя бы сейчас-то. В начале 80-х Елена приехала из Нижнего Новгорода, тогда этот город назывался Горьким, и поступила в школу-студию МХАТ. Вскоре на курсе объявили, что придёт новый студент – Михаил Ефремов, который только вернулся из армии. Целуй меня! У Михаила было много поклонниц и романов, но с Гальяновой они всегда просто дружили. Он пробивал для неё по дружбе роли в своих студенческих спектаклях. На четвёртом курсе у Гальяновой умерла бабушка и оставила внучке двухкомнатную квартиру в Горьком. Обменять её на московскую можно было только при наличии прописки, и Елена обратилась за помощью к однокурсникам. Я сказала громко, ребята, у меня есть двухкомнатная квартира, мне её нужно поменять из Горького в Москву. Для этого мне нужен фиктивный брак. Отникла пауза. Безусловно, прописка была очень опасным делом, потому что в Советском Союзе действовало огромное количество мошенников и просто хитрецов, которые использовали прописку, чтобы получить долю в квартире. Помочь подруге вызвался именно Михаил Ефремов. В ЗАГСе оба старательно разыгрывали влюблённость. А сразу после росписи жених и невеста разбежались по своим делам. Поменяла я квартиру на однокомнатную в Москве и потом, значит, сказала, что я готова к разводу. Но у Мишки как раз было много дел, он ставил спектакль, поэтому у нас где-то мы развелись через полгода, потому что уже был на готове малыш. Елена ждала сына от другого мужчины. В те годы она много общалась с Михаилом. Они работали в одном театре. Елена вспоминает, что в молодости Ефремов почти не пил. А потом свою роль сыграли гены. Иногда пьянки в театре принимали ужасающие масштабы. 10 бутылок водки, 13 человек. И я помню, как мы начали, значит, персиками закусывали. Через полчаса там были маты, какая-то аудитория. Уже там как поле боя, там уже все лежали, там стояли бутылки водки. Именно алкоголь, по мнению Гальяновой, разрушил жизнь талантливого актёра и режиссёра. Он был ещё четыре раза женат, славился своими скандальными выходками, не раз попадал в ДТП. Ефремов в течение 19-го и 20-го года неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение в области дорожного движения. После страшной аварии, которую Ефремов устроил на Садовом кольце, его осудили на 7,5 лет в колонии общего режима. Актёр провёл в тюрьме уже половину срока. В колонии сделано всё, чтобы человека исправить. И распорядок дня, и работа, и мужской коллектив. Но в данном случае всё зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится. Звезда сериала «Бригада» Фархад Махмудов 7 лет прожил в фиктивном браке. За это время у него появилась настоящая семья и родился сын. Но со своей любимой женщиной до задца Фархад так и не дошёл. Я в непонятном статусе, да, нахожусь. Вроде я живу с одной, женат с другой. А если убивать будут? По-русски кричи. Фархад Махмудов приехал в Москву из Узбекистана в 1989 году. Он с детства мечтал стать артистом. Поступил во ВГИК на один курс с Иваном Охлобыстиным и Евгением Стычкиным. Окончил вуз уже после развала СССР и оказался иностранцем в Москве. Фархад практически два года жил на улице. Просто даже устроиться нормально, взять меня на работу, был очень тяжело. Тогда моя хорошая подруга любезно предложила мне, говорит, Фархад, давай поженимся, получишь гражданство и разойдёмся. Фархад никогда ничего не говорил. Как-то в разговоре случайно я его спросила. Я говорю, Фар, а у тебя там всё нормально, ну там, с гражданством, со всеми делами? Говорит, да, есть проблемы. Фиктивную свадьбу Фархад и Екатерина сыграли по-настоящему. Пригласили в ЗАГС однокурсников, купили угощение. Конечно, собрались друзья. Мы прямо там около ЗАГСа, на Коломенской, я помню, это было. Мы там пошли, что-то сели, достали бутылочку. Меня называли гражданкой Махмудова, его называли гражданин Карпуша. Издевались просто, хохотали. У нас был дивный брак, 7 лет. За это время каждый успел завести собственную семью. Но о разводе с фиктивным мужем Екатерина задумалась лишь тогда, когда родила сына от другого мужчины. И когда я пришла, значит, оформлять свидетельство о рождении, я говорю, а можно мне свидетельство, там, написать другое отчество? У меня так смотрят, говорят, а во что муж импотент? Какое другое отчество? Я понимаю, что все. И у меня многие годы, когда мы уже с Фархадом развелись, у меня по документам сын был Марк Фархадович. Потом пришло через суд. Пришли просто в суд, долго хохотали, но потом все-таки сказали, да-да-да, вы же знаете, она вот это изменяла. Сын не мой. Она говорит, да, так и мы в суде. Этот бедный судья, он на что-то прыгает. Он на нас смотрел, долго смеялся тоже. Ну, все развел, нас нормально. Личная жизнь Фархада Махмудова не сложилась. Он несколько лет жил с девушкой по имени Дина, которая была младше его на 11 лет. Дина родила актеру сына, а потом бросила их двоих, уехала в отпуск и не вернулась. Фархаду уже за 50, но он все еще одинок. 52-летний солист группы ННА Владимир Политов тоже много лет провел в одиночестве и никак не мог забыть бывшую супругу Ольгу, с которой развелся еще в 2006 году. Пой-на, пой-на-на, ах, такое имя, пой-на пой-на. В 90-х группа ННА была феноменально популярна. Первый российский бойс-бенд – откровенные сексуальные образы. Поклонницы сами выстраивались в очередь возле гостиничных номеров артистов. Мне разные женщины нравились, и восточные у меня даже была темнокожая подруга из Америки. Такой образ жизни вполне устраивал Владимира Политова, и о семье он даже не задумывался. Но в конце 90-х, после серии терактов, власти Москвы издали указ о депортации незарегистрированных в столице граждан. Политов приехал в Москву из Якутии, и все это время, по сути, существовал в столице нелегально. Всю жизнь идти я буду! Выход из положения предложила подруга. Они познакомились в клубе и иногда пересекались в общих тусовках. Она предложила, давай мы распишемся, чтобы у тебя прописка была. Мы расписались. Политов сам не ожидал, что влюбится в свою фиктивную жену по уши. Его подкупило то, что Ольге не нужна была ни его слава, ни деньги. Она занималась модельным бизнесом, была директором собственного агентства и сама неплохо зарабатывала. Политов был очень популярен. Он имел огромное количество поклонниц. По сути дела, спал со всем, что двигалось. Естественно, не каждая жена такое могла перенести. Ольга это переносила, спокойно к этому относилась, и у них были хорошие стабильные отношения. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Алена. Но вскоре выяснилось, что этот брак для Ольги так и остался ненастоящим. Ярких чувств к мужу она не испытывала, а совместная жизнь тяготила. Вскоре Владимир стал догадываться, что у Ольги появился кто-то на стороне. Я спросил, а тебя там кто-то ждет? Она как-то ушла от ответа. Я сказала, не знаю. Давай, говорит, как-то будем думать, как дальше жить. Потому что невозможно уже спать в одной постели, как брат с сестрой. Политов сильно обижался на Ольгу. Но потом понял, что даже предательством это назвать нельзя. Ведь их брак был фиктивным. Супруги развелись, но сохранили дружеские отношения. Политов первым узнал, что Ольга вновь собралась замуж. На этот раз по-настоящему. А я ее понимаю уже с полувзгляда. И вот мы на машине едем, она меня спрашивает. Вов, я с тобой хотела поговорить. И у нее сразу спрашивают, что замуж собралась? Она говорит, да. Я говорю, за человека хоть? Да. Отличный парень просто, просто замечательный. Я очень рад за них, что у них все так получилось, что они счастливы вместе. А вот Владимир Политов долгие годы не мог разлюбить бывшую супругу. Он женился второй раз только в 2021 году. Ему на тот момент уже исполнилось 50. А избраннице, тоже Ольге, 26 лет. Но на этот раз у него все по-настоящему, уверяет артист. Ты, Лолита, ты моей любви, забытая обида. Некоторые звезды заключают браки с возлюбленными. Но потом горько раскаиваются, а то и вовсе открещиваются от брачного союза. В 2011 году певица Лолита Милявская хвасталась своим счастливым пятым браком с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Я хотела бы произнести эту клятву перед церковным алтарем. Но спустя 9 лет объявила мужа Альфонсом и попросила суд признать брак фиктивным. Альфонсы? Это достаточно страшное явление. Лолита и Дмитрий познакомились случайно. Обычный тренер попал на запись клипа певицы. Как сейчас помню, открывается дверь гримерки, вся закуренная. И выплывает в черном платье такой лебедь из тумана. Ей тогда было 47, за спиной 4 брака. Дмитрий на 12 лет младше. Некоторые друзья предостерегали певицу от такого мезальянса. Но через несколько месяцев после знакомства влюбленные сыграли тайную свадьбу. Запрещена съемка, господа! Счастливая Лолита уверяла поклонников, что это ее последний брак. Из-за плотного графика звезды супруги виделись редко. И вскоре Лолита заметила охлаждение в поведении Дмитрия. Оказалось, что ее муж попал в секту. Правда, сам Иванов был уверен, что ходит на курсы личностного роста. Эти тренинги личностного роста оказались в иностранной секте. Они использовали НЛП, чтобы зазомбировать своих участников. И чтобы зазомбированные участники носили в эту секту деньги из семьи. Он фактически брал деньги у Лолиты и носил их в эту секту. Лолита смогла вытащить мужа из рук наставников. Они восстановили отношения, но через пару лет со скандалом расстались. Певица улечила супруга в изменах. Лолита увидела в своем же компьютере переписку Дмитрия с Ольгой Кулиевой. Эта переписка велась задолго до фактического прекращения введения совместного хозяйства. Переписка Иванова с косметологом из Белоруссии Ольгой Кулиевой тут же попала в сеть. Растяжки не хватает телу. Будем тянуть, точнее, натягивать. Лолита была уверена, что Иванов содержал свою любовницу на деньги из их семейного бюджета. А кроме того, планировал получить от певицы и другую выгоду. У него были правовые основания для получения израильского гражданства. Дмитрий Иванов, как член семьи Лолиты, он имел право, которым он, собственно говоря, и воспользовался. По словам адвоката, как только гражданство было получено, Иванов подал на развод. Сам Дмитрий говорит, что просто устал терпеть бесконечные скандалы и тяжелый характер супруги. Когда именно я ушел от нее, для нее это был, конечно, шоком. Она там сначала не поверила. Ты погуляешь, ты придешь, ты вернешься. Начала вещи разбрасывать по квартире, потом опять собирать, потом опять разбрасывать. Оправившись от шока, Лолита подала в суд заявление с требованием признать брак фиктивным. Она уверяла, что Иванов изначально все просчитал, а потом подстроил знакомство. Наверное, 10 лет совместной жизни сложно признать фиктивными, потому что между нами было разное. И вступая в брак, мы все-таки любили друг друга. Бывшие супруги активно участвовали в ток-шоу, где поливали друг друга грязью. Но в итоге скандал исчерпал себя. Иванов женился на своей предполагаемой любовнице и уехал из России. А Лолита заявила, что счастлива в новых отношениях, но замуж больше не собирается. А теперь, друзья, если вы желаете им счастья, все вместе! Три, четыре! Горько! Горько! Друзья и поклонники желают счастья поп-идолу 90-х Вадиму Казаченко с его концертным директором Ириной Аманти. Певец был знаком с Ириной 13 лет. И в 2017-м решил официально узаконить их отношения. Но почти сразу же этот брак оспорила в суде предыдущая жена Казаченко, Ольга Мартынова, с которой певец еще не успел оформить развод. Таким я только не была мошенницей, фантазеркой и прочим. Это я мягко говорю просто про мошенницу-фантазерку. У меня было много эпитетов в мою сторону за эти годы. Не хочу их вспоминать. В отместку Казаченко назвал брак с Мартыновой фиктивным и попытался аннулировать его через суд, мотивируя тем, что отношения никогда не были семейными. Семья не сложилась. Она не стала мне женой, она стала мне гостевой женой. Он принес бумагу, что он признает наш брак недействительным. Ну, а что, ничего не было как-то. Все прильнули к экранам и ожидали развязки скандальной истории. Больно мне больно, умирает любовь. Ольга была давней поклонницей певца. И в 2014 году вышла за него замуж. Она уверяет, что их отношения были безоблачными, пока она не сообщила мужу о беременности. К ее ужасу артист потребовал избавиться от ребенка. А услышав отказ, попросту вышвырнул ее из дома. Это был такой шок, такая боль. Никогда бы не могла подумать, что этот мой любимый человек, в будущем мой муж, может со мной так поступить. Однако певец утверждал, что Ольга годами преследовала артиста. Ездила за ним по гастролям, караулила у дома, предлагала любить до гроба. Казаченко и сам не заметил, как оказался в ловушке. В течение всего брака я полностью содержала ее, его кормила, обувала и одевала. Только на карточные счета мною было переведено 8 миллионов рублей. Я уж не говорю об остальных расходах. При разводе Казаченко стал требовать вернуть ему 8 миллионов рублей. Якобы Ольга обогащалась незаконно. А также он хотел полностью отсудить у жены дом, купленный на ее собственные средства. Судебный иск за каждое мое слово, за переводы денежные, претендовал на дом, который мы купили в браке. Это мы с мамой сделали, и он не имел к этому никакого отношения. Указанный дом покупался за мои средства, и поэтому сегодня я не понимаю, почему я должен в судах доказывать то, что я имею законное право разделить совместно нажитое имущество. Суде Ольге пришлось доказывать действительность их отношений. Она предъявила свадебные кольца и чеки на них в знак того, что брак был реальным. В этих судах Мартынова достаточно хитро себя вела. Он выйдет в голову, когда покупают обручальные кольца, сохранить чек. За время судебных тяжб Мартынова успела родить сына. Но Казаченко попытался оспорить отцовство и потребовал ДНК-экспертизы. Я думала, как бы мне выжить в тот момент, когда я кормила грудью, когда я была беременна и ходила по судам. ДНК-тест подтвердил отцовство певца. И суд отказался аннулировать брак. Казаченко согласился выплачивать мизерные алименты в размере 15 тысяч рублей. Но Ольга Мартынова претензий к бывшему мужу не имеет. Свой двухлетний брак и последующую войну в судах с Казаченко она старается забыть, как страшный сон. Главное, что она победила. Некоторые знаменитости используют слухи о своих романтических похождениях как прикрытие. Например, чтобы показать окружающим, что у них все в порядке с личной жизнью. Актриса Светлана Пермякова, которая уже исполнилась 50, вдруг огорошила поклонников новостью о том, что вышла замуж. Это событие наконец-то настало. Я его очень сильно побеждала. Представляете, 55 год. Красивое белое свадебное платье. Правда, потом актриса призналась, что свадебное платье примерила для съемок в сериале. Вот уже более 10 лет актриса продолжает поддерживать легенду о семейных отношениях с отцом своей дочери Максимом Скрябиным. И уверяет, что у них идеальный брак. Хоть и не зарегистрированный. Это видео из семейного архива. Светлана и Максим кажутся счастливой парой. Вот они в Дубае. А это путешествие по Европе. Да, папа, мама, я дружная семья. Вот так вот мы путешествуем. В свое время о романе актрисы с Максимом Скрябиным писали почти все средства массовой информации. Их осуждали. Говорили, что этот союз взаимовыгодный расчет. Ведь ему только исполнилось 18, а ей уже 38. Мне было очень тяжело, потому что на тот момент психика моя была еще не готова к этому. Я только приехал. Маленький наивный мальчик из провинции в Москву. Про Скрябина говорили, что он пользуется Славой Пермяковой ради собственной карьеры. А она ищет хорошего отца своему будущему ребенку. Светлана такие домыслы отрицала. У любви нет возраста. У родственных отношений нет возраста. Это только отсюда. Это при том еще есть и общественное мнение. Вот общественное мнение – это некий монстр, который стоит над всеми и давлеет. Светлана Пермякова стала популярной благодаря роли одинокой медсестры в сериале про врачей-интерны. Ее героиня Люба очень мечтала о надежном мужчине рядом. Ой, красавчик. Светлана, как и ее знаменитая героиня, тоже долгое время не могла устроить личную жизнь. И очень от этого страдала. Потому что, когда, например, подруги уже замужем, да, уже дети все, и вот эти вот разговоры, когда приходишь в компанию, ну и когда же ты, ну, ну и чего, ну и где у тебя, ну, собираешься, не собираешься, ну и давай. И вот думаешь, да господи, за вам-то какое дело. Но в 2008 году 35-летняя актриса все-таки надела свадебное платье и пошла в ЗАГС. Этот брак продлился всего месяц. Познакомились через месяц, подали заявление, и через месяц была свадьба. Еще через месяц я развелась. С арт-директором одного из московских клубов, Евгением Бодровым, Светлана познакомилась в интернете. Очаровалась рассказами о тяжелом детстве, выдала ему ключи от квартиры и позволила пользоваться ее машиной. При этом еще и вызвалась оплатить все свадебные расходы. Как себя чувствуешь? Волнуюсь. Сильно? Сильно, но очень спокойно. Сильно, но спокойно. Разочарование наступило буквально через месяц. Новоиспеченный муж нигде не работал. Пил, часто пропадал ночами. За все время знакомства между ними не было интима. И Светлана начала подозревать, что у супруга другие сексуальные пристрастия, и женщины его не привлекают. А их брак – это фикция. Но он не рассчитал, что она рвалась на хитрого Альфонса, Альфонс Рейдера, который отжимал ее активы, который обманывал ее, и который в принципе ей не интересовался как женщиной. Просто его интересовали деньги Пермяковой. Когда Светлана решила подать на развод, начался ужас. Бодров пытался удержать супругу. Когда Женя узнал о разводе, я кидал Свету ножами, мы ее спасали. Светина жизнь была под риском каким-то большим. Максим был лучшим другом Евгения и свидетелем на свадьбе. Он только приехал из Кирова в Москву, мечтал найти хорошую работу. И хотя Евгений обещал ему помощь в трудоустройстве, Максим все же принял сторону Светланы. Они так сблизились, что вскоре стали жить вместе. Через три года Пермякова забеременела. Максим всегда хотел ребенка. Вот уже в 17 лет, в 18 он был готов стать папой. Здравствуйте всем! Пермякова и Скребин производили впечатление счастливой семьи. Но вскоре Светлана в очередной раз шокировала поклонников. Оказалось, они с Максимом не живут вместе. У Варии есть два дома. Вот папа и мама. И она спокойно к этому относится. У нас замечательные отношения. Мы живем в километрах друг от друга, практически соседи. И Варюшка выбирает, куда идти сегодня ночевать. К маме или к папе. При этом Пермякова не уставала говорить, что считает такие отношения идеальными. Сразу поползли слухи о нетрадиционной ориентации Скрябина. Журналисты уверяли, что Пермякова состоит в фиктивном браке только ради дочери, которую родила при помощи процедуры ЭКО. И собственного статуса, чтобы не выглядеть одиночкой в глазах поклонников. Она формально состоялась как женщина. И это ее устраивает, ее радует. Сейчас Пермякова и Скрябин фактически неразлучны. Максим является концертным директором актрисы. У них есть совместный бизнес. Они часто путешествуют втроем с дочерью и демонстрируют семейное счастье. А Пермякова и вовсе заявляет, что не против пойти со Скрябином под венец. Я Максу сказала, говорю, Макс, я за тебя замуж не выйду. Но если у тебя вдруг будет такое желание, говорю, вот повенчаться бы я с тобой хотела. Поклонники певицы Нюши до сих пор обсуждают подробности ее романа с рэп-исполнителем Егором Кридом. Они встречались два года и расстались в 2016. Но некоторые уверены, что Егор до сих пор влюблен в Нюшу. Однако есть те, кто не верит в искренность чувств артиста. В те годы Крид только появился на эстраде. И ему нужен был громкий пиар, чтобы завоевать поклонников. А вот Нюша, наоборот, была на пике популярности. В шоу-бизнесе многие звезды прибегают к фиктивным отношениям, лишь бы подогреть интерес к своей персоне. Анастасия Волочкова на воздушном шаре. Эту свадьбу в 2007 году не обсуждал только ленивый. Сотни гостей. Пышный Екатерининский дворец Петербурга, куда невеста прибыла в карете. По масштабу именно изыска, по масштабу роскоши и по масштабу самого действия и шоу, я не побоюсь этого слова, эту свадьбу нашу еще никто не предзошел. По слухам, эта свадьба обошлась молодоженам полтора миллиона евро. Является ли ваше желание вступить в брак? Да. Прошу ответить невесту. Да! Роспись, регистратор из ЗАГСа. Церемония выглядела очень достоверно. Ни гости, ни журналисты не догадывались, что Анастасия Волочкова играет очередной спектакль. Ведь штамп в паспортах жених с невестой так и не поставили. Для меня важнее не форма, а содержание. Я Игорю сказала, Игорь, ты любишь меня? Он говорит, да. А я ему сказала, я тоже тебя люблю. Я молодая, красивая, интересная, яркая. Я хочу быть невестой. Давай сделаем с вами шоу, такое забабахаем, чтобы я реализовала все свои пожелания. Через полгода после фиктивной свадьбы брак напоказ распался. Но зачем известной балерине и когда-то признанной красавице понадобился этот спектакль? Когда-то Анастасия Волочкова была звездой Большого театра. Но теперь скандальная балерина выступает в местах попроще. Вместо дорогих декораций баня, а вместо шикарных букетов дубовые веники. Волочкова демонстрирует свои богатства и не стесняется признаваться. Драгоценности и наряды за тысячи евро – подарки от поклонников ее весьма гибких талантов. Роскошный дом. У меня прекрасные две квартиры. Сразу все. Ай, вот за секс. Да, за секс. Значит, я такая яркая, интересная, что у меня такие поклонники, которые мне дарят майбухи. И охапки букетов белых роз. Несколько лет назад Анастасию Волочкову и правда называли самой завидной невестой России. И в поклонниках значились вполне состоятельные мужчины. Главным романом в жизни Волочковой стали отношения с миллиардером Сулейманом Керимовым. Но женатый Керимов не собирался вести Настю под венец. Эффективная свадьба с Вдовиным была попыткой утереть олигарху нос. Настя всем видом демонстрировала, какую женщину он потерял. Горько! 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 После Вдовина был Николай Басков. Парочка выкладывала пикантные фотографии и анонсировала скорую свадьбу. Но в итоге не сложилось. Роман оказался фиктивным. Опять, посмотрите в поисковике. Каждую неделю обязательно что-нибудь она выдворила. Ей уже понравилось. Она уже поняла, что можно чего-то добиться с довольно легким трудом. Балерине уже 47 лет. Она продолжает подогревать интерес к себе, периодически выкладывая провокационные видео своих новых отношений. Богиню Волочкову любят боги, и я люблю. Но в пиар-романы балерины уже никто не верит. А сама Волочкова, которая ни разу не была замужем по-настоящему, продолжает надеяться на свое женское счастье. Чтобы было счастье, нужен человек не с большим кошельком, а с большой душой, с большим сердцем. Человеком с большим сердцем считает себя и 76-летний шоумен Барри Алибасов. Счет своим бракам любвеобильный продюсер давно потерял. То ли 7, то ли 10. Но признается, что иногда приходилось играть фиктивные свадьбы. В советское время браки помогали не только выстроить какие-то семейные отношения, ну и они давали немало всяких доходов, я бы так сказал, потому что, скажем, если у тебя есть жена, ты мог получить двухкомнатную квартиру, а холостяки практически все были безквартирные, бездомные. Несколько лет назад Алибасов открыл для себя еще одну сторону брака без обязательств. Пиар. Свадебные фото этой пары в 2018 году шокировали всех. 80-летняя Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за своего давнего друга и поклонника 70-летнего Барри Алибасова. Тогда оказалась эта любовь до гроба. Он всегда говорил, что мы до конца нашей жизни должны быть вместе, мы тем более с ним с 94-го года знакомы. Уже получалось так, что мы и ночевали, то я у Лиды, то Лида у меня. У нас была общая, очень тесная жизнь совместная. Поэтому решили, ну что мы, как 12-летние, мы играем в любовь. Давай поженимся. Ну и поженились. Правда, некоторые в искренность этих чувств не верят. У Барри Алибасовой есть его главная любовь, группа Нана. И в 2019 году ей как раз исполнилось 30 лет. Алибасов готовил грандиозный юбилейный тур и всячески подогревал охладевший интерес публики. Скандальная свадьба с Федосеевой и Шукшиной была лучшим способом привлечь внимание. Я смог женить на себе или наоборот выйти замуж за какого-то очень яркого человека, который с точки зрения обычного человека-обывателя является по-прежнему звездой. В 2020 году супруги расставались громко и снова под прицелами телекамер. Это шоу растянулось аж на два года. Ее родственники дочки категорически ненавидели меня. Вообще они считали, что этот урод каким образом появляется в нашей семье, в нашем доме. Многим казалось, что этот развод подкосил Алибасова. Он надолго пропал с экранов, по слухам много пил, потом лежал в больнице. Но в 2022 году Барри объявил об очередной свадьбе с молодой медсестрой. Елена стала седьмой женой Алибасова, хотя сам он в этом не уверен. А у нас была свадьба? А? Если он не хочет отвечать на вопрос, вот поверьте, была, была. В семейном кругу. Где? В семейном кругу. А, ну, в семейном кругу у нас много чего было. В поисках личной выгоды знаменитости готовы демонстрировать самые искренние чувства. Но игры в любовь хоть и дают повод для разговоров, но ничего не приносят, кроме разочарований и боли. Субтитры создавал DimaTorzok